Девушки отдыхают Бог мне свидетель. Я не дам Янке себя сломить. Я пройду через все. И когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие. Я украду, убью, но не буду голодать. Браво, Светлана. Хороший отрывок. Сама Вивьен Ли сняла бы перед вами шляпку. У нас еще есть 10 минут. Кто-нибудь еще хочет нам почитать? Прошу, пожалуйста, смелее. И не леним сюда таскаться после работы. Ладно нам сессию сдавать, а эти? Не понимаю. А что? Бросят свои конторы и уйдут в кино. Кино для молодых. А в их возрасте уже поздно что-то менять. Доброго вечера. Ждем вас снова. До свидания. До свидания. Так, три комнаты, Сталинка, центр. Свет, катастрофа. Все квартиры в городе обошли. Ничего не подходит. Спасай. Свет, не поверишь. Полдня по городу катались, 10 квартир посмотрели, все не то. Выручай, Светуль. Привет, Викуль. А вы чего? Ничего. Ничего. Ну, кто на этот раз? А, сейчас. Так. Илья Красавицкий, режиссер кино и телевидения. Режиссер. Здорово, я продам режиссеру квартиру. Он меня позовет в кино. Я стану актрисой, звездой. Вот. И все, Руслан, будешь сам здесь со всем разбираться. Ясно? Без паники. Никуда она не уйдет. Актерская профессия не для мамы. Слишком инфантильна. Закончили меня обсуждать? Все, я поехала на объект. Да, Руслан, я займусь твоим режиссером. Светуль. Рассавицкий. Ты спасительница. Угу. Здравствуйте. Вы к кому? Вы Бавенко Артем. Да? А вот я риэлтор. Угу. Светлана. Мы с вами по телефону разговаривали. Да. Ага. Ну, заходите. Спасибо. Так, ну, это коридор, как вы видите. Здесь спальня. Ну, там не убрано все. Едем дальше. Значит, ну, тут кабинет. Ну, метраж понятен, да? Вот, дальше мы... Осторожно! Здесь хлам всякий. Помочь? Не надо ничего помогать. Сейчас уберу. Значит, ванна, туалет, кухня. Ну, гостиная. Угу. А вы ремонт, да, собираетесь делать? Нет. Нет? Ну, что? Хорошая у вас квартира. Хорошая. Сталинка, центр. Потолки высокие. А, ну... Что оно? Ну, знаете, запущено очень. Как бы подобрать. Как будто бы квартира махнула на себя рукой много лет назад. Слушайте, дамочка, квартира, к вашему свинью, это предмет неодушевленный. Уж в вашем-то возрасте, пора знать. Вот даже в моем возрасте? Да. В вашем возрасте. Я просто хотела... Вы просто хотели продать мою жилплощадь, правильно? Без лишних философских пассажей. Вот грубить так необязательно. Я просто ненавижу, когда мне кто-то читает мораль. Это ясно? Ясно. Я отойду. Мне нужно звонок по работе сделать, хорошо? Отойдите. Алло, Алло, Руслан, слушай, ну давай так, я забирай режиссера, а ты Сталинку. Да нет, все как заявки, просто он хозяин вообще помятый, грубит, хамит. Да я вообще боюсь его. Все? Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо, Руслана, спасибо. Все, тогда я пойду попрощаюсь. Давай. Господи. Спасибо. Простите. А вы Артем Бавенко? Что-то тот самый артист. Был когда-то. Ой. А как вы здесь? Слушайте, давайте быстрее, пожалуйста. У меня еще куча дел. Да, я просто, знаете, никогда бы не могла даже подумать, что встречу вас в таком месте. Это место называется квартира. А вы риэлтор. Я ваш фильм «Солнечные дни», я его раз в десять смотрела. Ну, еще когда юная совсем была. А вы меня помните? Так, слушайте, давайте в ваша контора пришли кого-то другому. Кого? Кого-то вместо вас. А, так это мой бизнес, знаете, я главная, я сама работаю. Это очень странно. Что странно? Странно, что у вас до сих пор есть работа. Я поняла, я, я, я вам позвоню, я здесь все уже посмотрела. Дверь за собой не забудьте закрыть. Черт. Посторонним запрещено. Я не, я не посторонний. Вы меня не узнаете, что ли? А должен? Артем Бовенко. В общем, не важно. Ну, посмотрите, в общем, папа Леша Бовенко 4-го Б. Вас нет в списках. Ну, посмотрите, как следует. О, вот, вот сын Леша. Папа. Привет. Это мой папа. Ну, пойдем, если вы не задержитесь. Не задержитесь? Да, тогда, конечно. Слушай, мне мама в списки не внесла. Па, я не буду говорить ей, что ты приходила, ладно? Она потом ругается. Хорошо. А что ты с твоей одеждой? Спачкался? Да нет, я просто дома, представляешь, ремонт затеял. Косметический. Что, можешь попиться? Нет, я же не могу. У меня сегодня музыкалка. А с нее мама заберет. Черт, я забыл совсем про эту музыкалку. Ну, давай, может, по-мороженому успеем? А это успеем. Давай. Побежали. Ну, как какой? Артем Бовенко. Ну, артист, да. Ты что, с ним ни одного фильма не смотрела? Подожди. А... А солнечные дни? Да ладно, я его раз десять смотрела. Так, амба, ребят, пора обедать. О, Борисович, здорово. Привет, прости. Тебе не хворать. Погоди. Послушай, Артем, ты... Хороший, конечно, мужик, но я умаялся тебя прикрывать. Хозяин сегодня опять пришел. Как сегодня? Он же завтра обещал. Обещал завтра. Приехал сегодня, а тебя нет. В который раз. Слушай, не прости, Борисович, ты знаешь, у меня семейные обстоятельства. Ну, давай, я сверхурочно отработаю. Я не хочу. Это твой последний объект. На следующий заказ я беру другого человека. Погоди, погоди. Эй, Борисович, ну, как же так? Ну, вот у нее я решил. Хозяин. Борисович. Ты же знаешь, что мне очень нужна эта работа. Я знаю. Борисович, ну, поговори ты с ним, я тебя прошу. Ну, ладно. Попробую. Спасибо. Извините. Извините. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извини. Извини. Нормально? Зачем же так категорично? Уверен, вы еще не сыграли свою лучшую роль? Я Артем Бавенко, актер, если слышали. Да. А я вас знаю, вы Света Левкоева. Да, а откуда вы знаете? А мне понравился ваш этюк, Света. Да, у вас талант. Насколько я дилетант, могу судить. Правда? Да. А они говорят, что я не героиня. Что я не формат. Ну, вы, Света, эй, эй, перестаньте. Глупостей не говорят, не слушайте их. У вас здесь такая героиня, что ни одну форматную бог не наградила. Вытрите слезы, идите готовьтесь и приходите в будущем году. Думаете, стоит? Уверен. До свидания. До свидания. Платок! Отдадите в будущем году, когда поступите. Девушка, это стоянка института. Здесь парковаться нельзя. А, да-да, извините. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Юля? Если человека не вносят в список, что это значит? Юля, я отец. Я имею право встречаться с сыном. Тебе напомнить, как ты его бросил? Это неправда, это было не так. Ладно. Тогда скажи, когда ты в последний раз перечислял Лёшке деньги. У меня был тяжёлый период. Да у тебя каждый год тяжёлый период. Значит так, Бавенко, когда ты в следующий раз решишь явиться, будь добр сообщить. Юля? Смотри, 10 лет не снимается. Я слышал, то ли он с режиссёром подсапался, то ли с продюсером. В общем, там какая-то мутная история. Жена развёлся. В общем, полный швах у мужика. Да, никогда бы не подумала. Был такой звездой, а теперь живёт один в замусоленной квартире. Жалко. Жалко его. Света, я тоже живу один. Да. Меня пожалей. Надо вернуть ему платок. Чего? Ничего. Так. Света, ты куда это? Ты говорил, что нужно помочь тебе с твоим режиссёром? А, ну да. Ну, кажется, я нашла подходящий для него вариант. А с Бавенко что ли? А пока ничего, пока. Так, всё, подай, мам, не забудьте офисную сигнализацию поставить. Ой, здравствуйте. Ты не вовремя. Что? Заходи. А, хорошо. Нашли покупателя мне? Да, Артём, хотела обсудить. Добрый день. Мы не договорились. Я сейчас. Подожди здесь, пожалуйста. Хорошо. Идём. То есть я повторяю тебе, что ты не имеешь права лишать меня общины с сыном. А когда ты всего нас лишил, ты думал о моих правах? Или ты думал только о себе? А ты-то сама о чём думала, когда собрали? Хватит. Это ты всё праву как? Ты не нос продюсеру сломал. Ты жизнь сломал. И себе, и мне. Что ты несёшь? А ты сам не понимаешь? Ты приходишь в школу как оборванец. А над ним потом все одноклассники смеются. Это он тебе сказал? Неважно, кто мне сказал. Охранник мне сказал. И такие вещи нужно понимать. Значит так. Я продаю эту квартиру. Я продаю родительскую квартиру. И потом отдам все деньги, которые задолжал Лёша. Вот и прекрасно. Хоть какая-то от тебя польза. Это Светлана. Мой риэлтор. Здравствуйте. Всего доброго. Светлана. Ну, пойдёмте на кухню. Пойдёмте. А это квартира ваших родителей? Была. Спасибо. А родители тоже актёры были, да? Нет, папа был пианист, известный. Мама художница. В общем, неудачник здесь только я. Ну, зачем вы так? А как? А вот сын у вас, Лёша, да? Ему сколько? Вы же квартиру ради него продаёте? Десять ему. Скоро одиннадцать. Может, хватит уже философствовать? Давайте делом займёмся. Владелица бизнеса. Давайте, ищите мне клиентов. Давайте. У меня к вам вопрос такой. Скажите, а вы после продажи этой квартиры, вы где будете жить? В загородной вилле у моря. А, шутите, да? А я серьёзно. Если серьёзно, то дача у меня есть. С вагончиком. Печку поставлю, там буду жить. Вопросы закончились? Да. А вот, у меня, знаете, у меня, знаете, Артём, у меня к вам предложение. А что, если не продавать вашу квартиру? То есть продать, но сделать так, чтобы вы не остались без дома? Это как? Так, обменять вашу трёшку на двушку и получите чистым 15 тысяч долларов. 15 тысяч. Интересно. Только знаете что? Здесь нужно ремонт сделать. Косметический. То есть порядок нужно навести. И, знаете, вам тоже одежду какую-то более, ну, презентабельную. Что? Неприлично выгляжу? Прилично. На звезду экрана не похож. Похож. Ну, так что, я могу звонить в клининговую компанию? Куда? Клининг. Ну, это когда люди убираются. Сколько это стоит? Ничего, это вычтем из продажи квартиры вашей. Можно? Звони. Здравствуйте. Здрасте. Проходите. Где у вас воды можно набрать? Там, за углом. Слушайте, я проголодался тут немножко. На нервной почве. Ну что, зайдем. Тут местечко есть. Не кафе Шантан, конечно, но еще поесть можно. Вы не волнуйтесь, я... Поещаю. Хорошо. Презентабельно? Да, вы. Да. Хорошо. Вам не вкусно? Нет. Просто я стараюсь меньше есть углеводов. Это же углеводы, да? Понятия не имею. Слышь, это ж Байленко. Актеры здесь. А вы действительно сломали нос продюсера? Было дело. А почему? Давайте я что-нибудь другом поговорю, хорошо? Хорошо, давайте. Я извиняюсь. А ты, случайно, не Бавенко, Артем? Ну, артист, который. Бавенко, ну, допустим. А я тебе чего говорю? Да моя супруга Зойка очень твои фильмы уважала. Особенно этот, как его? Солнечный день. Вот. А ты что, не снимаешься уже? Вам что, автограф для Зои? Есть ручка? Да, я сейчас посмотрю. Да не, они разбежались уже давно. Мы с тобой выпить хотим натравить. Культурно по себе. Мужики, я не по этим делам. Болеешь? Можно и так сказать. Ну, ты это, держись. Не раскисай. Если что, поправишься, приходи. Мы тут каждый день. Не извиняюсь. До свидания. До свидания. Они бы ж думали, соглашусь. Да нет, я свою бочку уже выпил. Сейчас, если раз начну, уже не становлюсь. Я вам верю, вы очень хороший человек. А некоторые думают, что я все профукал. Да не все. Ну, я не это хотела сказать. Слушайте, они всегда будут все говорить, мол, все профукал. Куда она рыпается в своем-то возрасте. Это вы сейчас про кого? Ну, про кого? Вот видите, вас любят, помнят, не забыли. Ну, про эти? Да. Фанаты, которых я заслуживаю. Да нет, поздно рыпаться. Да, все правильно. Зачем вы так? Вы доели? Я да. Давайте. Давайте пойдем. Хватит нас с рублеводов. Давайте. Только с санатуры. А. А. Давайте, давайте, побыстрее, побыстрее. Вот это вот, рак, идти. Ну, ребяточки, давайте, выключились. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. 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 Постапокалипсис. Что? Блокбастер. Хотите попробовать? Куда? Нет, вы что, не меня? Да ну, нет, нет, я не смогу, спасибо. Ну, как и знать. У вас очень хороший типаж. Не стандарт. Я хотела вам сказать, что квартира, которую я вам нашла, она принадлежит очень-очень известному артисту. Артем Бавенко. Солнечные дни. А, конечно же. Да, да, да. Вы знаете, у него сейчас очень сложный период, он не снимается. Я подумала, может быть, вы его попробуете на роль? Ну, насколько я знаю, сложный период у Бавенко уже лет десять. Он очень, он очень хороший артист. Так, а если я устрою пробы, он сделает мне скидку на его квартиру? Я с ним поговорю, конечно. Так что, ему приходить? Ну, а чем черт не шутит? Да? Ну, да. Правда? Хорошо, спасибо. Вам хороших съемок. До свидания. До свидания. Будете пробовать Бавенко? Ну, за скидку у релторича. Здравствуйте. А не подскажете, где мне найти Артема Бавенко? Он здесь же работает, да? Да, там он на объекте. Там на объекте. Подождите, я могу выйти сверху. В этом нет необходимости. Да я в ночную смену могу. Вы что, меня не слышите? На ваше место мы уже взяли нового человека. Сегодня отработаете и бухгалтерию за расчетом. Здравствуйте. Вы что здесь делаете? Что? Любительницы. Подслушивать. Продали мою квартиру. Да не про квартиру я с вами пришла говорить, а про ваши возможности. Какие еще возможности? Вы решили переквалифицироваться в психолога? Я вижу, что все это не ваше. Вы здесь, не на своем месте. А вы на своем месте. Вы на своем месте. Риэлтор Светлана. Всю жизнь. Лезет это все в мою жизнь. Что-то у тебя проблемы? У меня нет проблем. Я прям вижу. Вы так не имеете права. Вы так не имеете права. Я ради тебя все-все смогу, Катя. Вот что ты хочешь? Хочешь? Солнце тебе подарю. Вот прямо здесь. Прямо сейчас. Хочу. Но это невозможно. Смотри. Вот, держи. Оно твое. Здесь вообще все твое. И я твой. Дурак. Но я ради тебя весь мир переверну. Только ты знаешь что? Что? Главное, чтобы кто-то в меня верил. Нужно, чтобы ты в меня верила. Что бы ни случилось. Всегда верь в меня. Обещаешь. Алешка, я в тебя верю. Ты перевернешь этот мир. Ты станешь знаменитым. Ты станешь великим. Да. Да, да, да. Она в меня верит. Алешка. А, боже мой. Как вы? Да. Добрый вечер. Я как бы это сказать, что в кино как-то это все проще. В общем, я пришел извиниться. Ясно. Так что извинения приняты? Я не принимаю извинения на лестничной клетке. Ага. Пожалуйста. Проходите. Спасибо. Ну, и как вы меня нашли? Да я позвонил в офис, убедил вашего Руслана, что вопрос срочный. Он дал мне ваш телефон и даже адрес. Молодец. Ну, и что вы хотели мне сказать? Я, в общем, с повинной пришел. С миром. Вы меня не бросайте, рилтор Светлана. Пожалуйста. Я обещаю впредь быть сдержанным. Хорошо. Ну что, вот хорошо и все? Нет. При одном условии. Начинается. Так вы мне обещали. Молчу. Вы проходите на кухню. Я сейчас приду. Молчу. Привет. Что-то не похожего на актера. Ты меня знаешь? Мама говорила. Мама. Я Вика. Артем? А почему не похож-то? Ну, актеры причесанные, красивые такие, в пиджаках. Ну, пиджак у меня есть, только дома. Дома не считается. Ясно. Исчезни. Прощь. Сокрой тебя, земля. В костях нет мозга. Кровь твоя студен, а в глазах нет зрения. Что ж ты на меня их так вставил? Так похоже. Обалдеть. Познакомились? Ой. Ага. Вика, пройди, пожалуйста, в комнату. Нам нужно поговорить с Артемом. Ладно. Давай, давай. Я нашла покупателя на вашу квартиру. Илья Красавицкий. Ты режиссер? Да. И он согласился мне помочь с одним условием. Я на него согласилась, на свой страх и риск. Он просит вас попробоваться в своем новом проекте. Там как раз роль есть. Что? Исключено. Почему? Почему исключено? Вы же мне обещали. Извините, этого я вам не обещал. Хорошо, не ради себя. Ради кого? Ради сына. Что? Ну продадите вы свою квартиру, а дальше что будет? Вернетесь на стройку? Будете внизу у школы сына караулить в перерывах? Вам шанс предлагают. Вы сидите в своей скорлупе и обозлились на весь мир. Все перед вами виноваты. Что вы сделали для того, чтобы ваш сын вас уважал? Ладно. Что ладно? Я поговорю с Красавицким. Правда? Я хотела еще один момент насчет вашего… А, это я уже понял. Да. Обновить гардероб. Ну, хорошо. Хорошо. Вот, подождите. Это все будет в счет продажи квартиры. Уберитесь. Сейчас же. Я никогда не брал в долг у женщин. И впредь этого делать не буду. Это ясно? Ясно. Всего хорошего, риэлтор Светлана. Провожать не надо. Вот, держи. Оно твое. Здесь вообще все твое. И я твой. Дурак. Но я ведь тебя весь мир приверну. Главное, чтобы кто-то в меня верил. Нужно, чтобы ты в меня верила. Что бы ни случилось, всегда верь в меня. Обещаешь. Алешка, я в тебя верю. Ты перевернешь этот мир. Ты станешь знаменитым. Ты станешь великим. Да! Да, 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 да. Она в меня верит! Алешка! Когда у нас встреча с Рижей Серовой? Сегодня. Скоро. Не придет. Так перестань! Спорим? Свет, а хочешь? Я буду половину твоих клиентов везти. Целый день? Нет, целую неделю. Давай, лишайся. Я не буду, я не буду. Светлана. Нет, не буду. Давай. Нет, я сказала тебе. Да, пойдите. Здрасте. 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 Это коллега Руслана. Знакомый. Вы очень хорошо выглядите. Пойдем. Поговорить надо. Что значит неуверенность? Что значит? Я десять лет камеру не видел и текст не учил. Ну это же как на велосипеде. Ты много лет не катался, сел и поехал. Да вот что вы там понимаете? Я понимаю. Интересно, расскажите поподробно. Так давайте мы уже пойдем, нам пора. Вы мне обещали меня не подводить. Я вас обещала, поехали. Все будет хорошо. Подождите, пожалуйста. Ага. К вам пришли. Чего пришел? Иди теперь выкручивайся. Вот что… Дождите меня здесь. Вы в КПП вообще заглядывали? Или мне за вас это делать? Что исправим? Лена, Лена, готовь реквизит. Здрасте. Добрый день, Светлана. Знаете, Света, я тут навел кое-какие справки по вашему в РТД. И там весьма темная история, все могло закончиться тюрьмой. Но не закончилось же. Вы готовы ручаться за такого человека? Да. Я готова за него ручаться. У каждого должен быть второй шанс. Он очень хороший артист. И он мне обещал. А… Он… Он ушел. А когда? Да сразу, как только вы подошли к Илье Витальевичу. Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена эстомой. Сладкое лекарство. Такое маленькое царство, а так много поглотило сна. Немного красного вина. Немного солнечного мая. И тоненький бисквит ломая тончайших пальцев. Белизна. АПЛОДИСМЕНТЫ Удивительно проникновенно. Вот так и надо. Отдавать себя тексту полностью, проживать эмоцию от начала и до конца. Понимаете? Друзья, нас сегодня посетила резонансная персона мира кинематографа Артем Бавенко. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Артем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всего хорошего. Ждем вас в следующий раз. Светлана, Света, Света, подождите. Слушайте, в моем возрасте уже вредно так бегать. Как вы меня нашли? Выследил. Чего еще от вас ждать вообще? Ничего. Может, давайте поговорим? Не хочу. Не хочу я с вами разговаривать. Вы меня, дурой, выставили перед Красавицким. И вообще, вашей квартирой заниматься больше не буду. Ну, подожди-то, я извиняюсь. Извиняюсь, я просто испугался, вот и все. Может, дадите мне еще один шанс? Последний. Точно, это же боевая. Последний? Аленко, звезда. Звезда. Мы по истории кинематографы проходили. Узнали вас? Ну да. Ну ладно, идемте. Вам спасибо большое, потому что мне второго шанса никто не давал никогда. Вы знаете, я еще ничего не решила. Вы знаете, у вас, мне кажется, талант, а вы никогда актрисой не хотели стать? А вы действительно ничего не помните? Ничего не помню. Это... Это ваше. Вы мне сказали отдать, когда я поступлю. Много лет назад. Да-да-да. Так а чего же не поступали? Ну, дочь родила. Угу. Замуж вышла. Мужу не будем о нем. Вот, так что пришлось в жизни расставлять приоритеты. А муж помогает? Нет. Понятно. Такой же хороший отец, как я. Вы хороший отец. Я имею право судить. Мой муж, он... Вы квартиру продаете родительскую. Думаете, я не понимаю, какая это жертва? Я не знаю. В общем, давайте завтра встретимся на площадке. Хорошо? Только будете сами с Красавицким объясняться. Да, конечно. Да, конечно. Так точно. Мне тут недалеко. Я пойду сама дальше. Хорошо. До свидания. Осторожней. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ревнуешь меня к другим женщинам? Нет. Я же тебе не жена. Это хорошо. Это правильно. Потому что, если б ты была моей женой, я б себя уволил. М-м-м. Я за тебя не выйду. Знаю. Тебе нужен поярче, чтоб рядом с ней ты блистал. А все тебе завидуют. Да? Только... Где ж вот такую возьмешь? Тем более, когда тебе уже... тридцать пять. Выгляжу я на двадцать пять. И еще лет десять так буду выглядеть. А ты через несколько лет станешь старым, лысым и толстым. Язва. Один. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Игорь Борисович. У меня для вас документы на подпись. Доброе. Что там наши? Творят? Творят, творят. Доброе утро, Алиса Михайловна. А это что? Ну как? Повенко, Артем. Пробуются у нас сегодня. С какого места начинать? Я никогда не обещал. Сейчас. Я никогда не обещал. Тебе стать другим человеком. Это ты. Ты одна. Хотел. Молодчинка. У меня что, запнулись? Продолжайте. Должен же продюсер понимать, кто пробуется в его проект. Извините. Всего хорошего. Эти подугашьи звезды так капризны. Кстати, Игорь Сопронов, продюсер этого проекта. Я не понимаю. Все шло очень хорошо. А что ж тут не понимать, голубушка? Давно не был в кадре. Я давно знаю Артема. Еще на солнечные дня был исполнительным. А вы его агент? Простите, нет, я Света Левкоева, я его риэлтор. Ну, друг, друг. Свет. Светочка, я собирался поужинать сейчас. Составьте мне компанию. Мы обсудим перспективы вашего друга. Ну, простите, мне как-то не до ужина сейчас. В Голливуде все самые крупные сделки совершаются за ужином. Крайльца. Я сейчас сделаю один звонок. Рабочий. И через секунду я весь вожу. Артурчик, мой обычный умер, свободен? На всю ночь. Игорь Борисович, у меня дочь одна в квартире. Давай тебе как-то сразу к делу, я извиняюсь. Да ведь она наверняка уже спит. А дверь закрыта на замок. Чего волноваться? Я вам поручаюсь. За Артема. Он замечательный артист. Светочка. Какой же вы все-таки удивительно свежий человечек. Обычно все просят за себя. А вы весь вечер просите за другого. И ладно бы был ваш родственник. Или признавайтесь. Да нет, ну что вы. Бовенко он ведь. Тот еще ходок. Я это знаю. Мам. Пам! Давайте потанцуем. Танцую? Да нет, спасибо. Я не люблю, не умею танцевать, но нет. Брусьте. С вашей... ...аппетитной пластикой. Заодно и поговорим. М? У вас дивная фигура. М? 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 Вам... ...двадцать восемь. Не, у меня тридцать два. Приятный возраст. Красота. Плюс опыт. Спасибо. Светочка. Да? Я, кажется, вас сейчас поцелую. Не-не-не, не надо. Ничего не могу с собой поделать. Вы слишком красивы. Давайте... Достаточно. Танец закончен. Да? Да. А я все еще слышу музыку. А я не слышу. Так, мне дочка звонила. Так, мне надо домой. Ну, а как же наша деловая беседа? Вызову такси. Нет-нет, что вы, что вы, что вы, что вы. Я вас отвезу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Простите. Своей правды я не могу сказать, что я холост. Свободен. Обеспечен. Но очень. Очень одинок. Ну что? Что? Мир. А, угу, мир. Очень хорошо. А знаете что? Что? Я обещаю подумать. Насчет... Бавилка. Вот это спасибо. Исключительно ради вас. Спасибо. Надеюсь... Вы дадите мне шанс... реабилитироваться. Посмотрим. Обещаете... подумать. Я подумаю. Спасибо. До свидания. А ты крепкий орешек. А ты крепкий орешек. Света Левкоева. Сайка. Чего не спишь? А? Я проснулась, а тебя нет. Я тебе обещаю, больше такого никогда не повторится. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, привет. А, привет. А, привет. Это все, что вы можете сказать мне сейчас? Хорошо выглядишь. А вот вы выглядите плохо. Это что вообще вчера было? Вы меня подвели. Извини. Да? Вы извинялись уже тоже дважды. Могла бы отойти. Не видно. Нет, я не могу отойти. Я хочу, чтобы вы мне объяснили. Я понять хочу. Вам на меня плевать? На себя или вообще на всех? С Сопроновым я работать не буду. Почему? Потому что. По личным причинам. А может это очередной отговор? Да хватит уже! Ну сколько же можно-то? Что ты лезешь-то ко мне? Что ты лезешь в мою жизнь? Хватит. Наигрались уже. Хватит. Ты риэлтор. Я сбитый летчик. Все. И не надо строить здесь из себя актрису. Слабак! 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 Ты риэлтор. Хватит! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты даешь? В порядке? В порядке. Простите. Боже, простите. Держи, я тут захватил. Что, пришли снова оскорблять меня? Нет, прости меня, пожалуйста, прости. Я... Прости. Я пошел тебе рассказать все, как есть. Ну, попробуйте. Обещаешь? Алешка, я в тебя верю. Ты перевернешь тебе. А он был красивый. Ты станешь знаменитой, станешь великой. Был. Дамский любимчик. Нос мне сломал. Ничего себе. Влюблен я был. До дури. Ассистентка одна. Красивая. И они так и эдак. Отшила она меня. Некрасиво так. А тут смотрю, она в вагончик к Бавенко стучится. Но я психанул. Ты сцепился с ним? Лучше. Убедил его жену Юлю. Она у нас главную роль в солнечных днях играла. Что Бавенко за ее спиной перетаскал всех баб проекта. Но она ему отомстила. Со мной. А он тебе нос сломал. Он мне нос. А я ему карьеру. А ассистентка эта? Где она? В кино точно не работает. Ну жестоко. И ты что, позволишь Бавенко вернуться? Позволь. Понять. Что Игорь Запронов. Все. А Бавенко. Ничто. Ну почему ты не стал бороться? Почему не рассказал все как есть? Ну конечно. Сел бы. Сел бы за нанесение средних телесных. Вот подарок бы сыну сделал. А это девушка ассистентка, да? У вас было что-то? Да нет, конечно. Нет. Она пришла ко мне в вагончик, рыдала, что Сопронов ей прохода не дает. Любила тебя, да? Я не знаю, наверное. Да я Юлю тогда любил. Мне вообще никто не нужен был. Знаешь что, поехали. Куда? Куда-куда, к Сопронову. Вот поедешь сейчас и скажешь ему, что ты лучше его, что ты не сдался, что не сбитый летчик. И себе самому докажешь. Что, прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Нет. Сначала мы тебя переоденем. Ну ты упрямая, Света Левкуева. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Мы к Игору Борисовичу. Здравствуйте. Вам назначено? Да, нам назначено. Хотите, проверьте. Нет, нет, проходите. Спасибо. Света, я, наверное, один пойду, хорошо? Это мой вопрос. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Артем? И? Здравствуй. Игорь. Борисович. Он актер? Он, да. Да. Где он играл? А вы фильм «Солнечные дни» смотрели? А... Ну, он лет 15 назад снимался. А... Ну, понятно тогда. А ты, я слышал... Совсем из кино ушел? А... Что-то ты как... взорвался. А помнишь, Тольщ? Девчонки с тобой. Табунами бегали. Отбоя не было. Нет. Не помню. А Настя Сверидова. Ассистентка. На солнечных днях с нами работал. Забыл? Я, наверное, там, в холле подожду. Как вам угодно. Это кто? Без понятия. С актера пришла. Бовенко. Слышала о таком? Ну, еще бы. Они что, спят? Конечно. Стало бы она иначе с ним водиться. А Настю Сверидову я как раз очень хорошо помню. Когда она ко мне в вагончик бегала. Прятаться от продюсера одного навещего. Который проходы не давал и руки распускал. Кстати, как там носик-то твой? На погоду не ноет? Очень приятно видеть в нашем скромном офисе звезду первой величиной. Обожаю вашу игру. Особенно в солнечных днях. Ты представишь меня, Игорь? Это Алиса. Моя зам. Зам. Очень приятно. Артем? А вы, значит, здесь на пробах, да? Ну, в общем, как раз обсуждали с Игорем Борисовичем этот вопрос. А мы через полчаса должны быть с Игорем Борисовичем в начитке нового проекта. Вы просто обязаны поехать с нами. Что, прямо сейчас? А зачем тянуть? Правильно, Игорь Борисович? Артем Александрович, оставьте нас на пару минут. Нам надо с Алисой Михайловной обсудить творческие вопросы. Очень приятно, родной принес. Очень. Ты что творишь? Очень грубо играешь, Игорь. Очень. Ничему тебя жизнь не научила. А ты понимаешь, что с ним нужно по-другому? Из-под тяжка, со спины. Когда он не ждет. Ну что, можем ехать? Да, конечно. Только со мной и Светлана. Моя знакомая. Ну, надо же. Светлана. Рад видеть. Едемте с нами. Съемки. Так увлекательно. Ребята, останьте. Здравствуйте. Игорь Валерьевич. Как? Читаете? Алиса Михайловна. Ну да, работаем без творческих пауз на износ. Натаскиваем молодое поколение. Понятно. А мы хотели попробовать еще раз Артема. Есть у тебя какая-нибудь подходящая роль для него? Ой, я даже не знаю. Давайте-ка вот тут вот, посередке, вот эта точка. Артем, пожалуйста, пройдите, вот ваша крайняя точка. Туда? Да-да-да-да. Вы бабник. Изменчик. Такой, знаете, скользкий, мелкий тип. Можно сказать, патологический врун. Готовы? Нет, да. Игорь Борисович, можно? Нужно. Начали. Посмотри мне в глаза. Ты снова был с ней? Обманывал меня? Лев, ты хоть понимаешь, как это больно? Просто, просто... Сейчас... Я просто... Ну что ты? Не тушуйся. Скажи ей всю правду. Укажи ей ее место. Я просто не оттуда начал. Можно еще раз? Да-да-да-да. Когда ты уже перестанешь ныть? Смотреть тошно. Да, я такой. Я такой. Меня ждет большое будущее. И таких, как ты, таких, как ты, у меня будут сотни. Если не тысячи. Стоп. Достаточно. Правда же? Милочка, возвращайся к ребятам. А по-моему, было неплохо. Надо только... Дожать некоторые нюансы. Как считаешь? Эээ... Да. Есть... Некоторые нюансы. Вот видишь, и режиссер со мной согласен. Давай. Еще раз. Как ты умеешь. Ты же говнюк. Моральный урод. Тебе же на всех плевать. Вспомнил? Теперь давай еще раз. Ну? Артем. 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 Артем, да подожди, пожалуйста. Что? 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 Ну ты что? Ты что, не понимаешь, что он это специально делает? Он издевается над тобой. Ты не понимаешь? Что я как идиот сейчас выглядю? Как полный идиот у всех на глаза. Ничего. В следующий раз не будешь так остро реагировать. Да не будет. Артем, это всего лишь роль. Не будет никакого следующего раза. Все. Хватит уже. Черт. Опять я в это ввязался. Зачем? Ты что, просто так сдашься? Да. Вот просто так. Хватит. Это паста к черту все это, к черту. А ты прав. Хватит. Ты слабак. Ты слабак? Вот и сиди в своей конуре и злись на весь мир. Надоел. С меня хватит. Свет. Ну ты гад, Игорек. Молодец. Ты знаешь, куда пить. Учись. Ты же прямо по стеночке его размазал. Прямо перед артистами. Хорошо, зашло. А ведь многие его так и считают родом и бабником. Ты с другой стороны посмотри. Зритель же любит кумиров юности. Это мировой тренд. Так, ты о чем? Ну, покуражился и хватит. Мы здесь деньги зарабатываем. Или ты забыл? Есть идеи? А как же. Обсудим за ужином. Дорогой мой, тебе и есть с кем теперь ужинать. Или ты сдулся? Я. Ты же так облизивался на эту его знакомую. Не сдулся. Еще не вечер. А у нас скоро школьный концерт. Я номер буду готовить. Автор. Замечательно. А еще меня отчисляют за прогулы. Угу. Мы с Вовкой целую неделю вместо школы в кино ходили. Это хорошо. Ма, ты вообще слышишь, что я говорю? Что? Прости. Я задумалась. Пойдем? Он снова тебя подвел? Знаешь, мам, он хоть и звезда, но ты скажи ему. Даже звезды не должны быть такими капризными. Малышка, он не капризный. Он просто не верит в себя. Ну, проехали. У него своя жизнь, а у нас своя. Ты уверена? Я не знаю. И как говорит моя любимая героиня, я подумаю об этом не завтра. Скорая Тухара. Скорая Тухара, иди, пожалуйста, домой сама. Разогреешь еда в холодильнике. Хорошо. Я на сделку. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Артем, здравствуйте. Это Алиса. Вы меня помните? Ну, как сказал бы мой герой, подонок и бабник, такую женщину, как вы, забыть невозможно. А вы смешной. Еще бы. Но я не это имела в виду. У меня к вам дело. Зараза! Ну почему так сразу? Один мой хороший знакомый ищет фактурного сорокалетнего актера на главную роль. Попробуетесь? Уже попробовался, спасибо. Результат вам известен. Поверьте, это действительно подходящая для вас роль. Но я обещаю вам устроить пробу без столпы и камер. Вы согласны? Большое спасибо, Алиса, но мне это не интересно. Всего доброго. С характером. Мне нравится. Все, Бавенко, хватит. Наигрался в звезду. Алиса, мне, конечно, очень льстит, что ваша компания… Здравствуйте, Артем. Вика? Хочу обратиться к вам за помощью. Вы же мне поможете? Ну… Давай, выкладывай, помогу, чем смог. Мне завтра выступление. Готовлю номер авторский. Но знаете что? Никак не получается. Вы мне поможете? Вы же профессионал. Ну, Вика, я, конечно, профессионал бывший. А чего ж с собой мамой-то не позанимается? Мама живет на работе. А это очень важный концерт. В общем, есть все шансы, что я провалюсь. Вы же меня подтянете? Ну, давай, хорошо. Отлично. Жду вас сегодня вечером. Не подведите меня. Я вечер… Черт знает что. Ты веселая, У меня ежи в кармане, За весом пошел… Нет, есть аккорд другой. Здесь же первый аккорд, как тоника. Точно. Так, давай. В весом пошел… Уж карман не влез, Шо ты варе все поешь, У меня в кармане ешь, Вот и мне поп… Вот и мне поп… Вот у меня этот аккорд не получается. А, я тебе скажу, почему не получается. Потому что ты зажимаешь… Бары зажимаешь, видишь? Одним пальцем две струны. Это тяжело просто тебе. А ты бери каждым пальчиком новую струну. Знаешь, как звучит тогда? Ты еще, слушай, Ты удивись, что у тебя еж в кармане. Ну, это же не каждый день ежа в кармане увидишь. Ну, да. Не, ну, то, что так… По половине ежа… А! Ну, как бы он еще… Колки… Вот, да. Вот, видишь, каждый пальчик… Привет. Меня Вика попросила помочь с номером. А ты что, маме про это не говорила? Нет. Ну, да… Хотите ужинать? Простите, взрослые… Мне завтра в школу… А уроки сами себя не сделают… Иди, ответственный мой… Эй! Ребята… Оп! 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 Ёжик! Ёжик. Да. Очень вкусные котлеты. Котлеты? Хорошо. Угу. Очень… Домашние. Да. Это… Она… Она меня просила ее завтра поддержать на концерте. Ты не против? Я… Я не… Я не против, если ты ее не подведешь. Ну, что ж ты? Это обо мне настолько плохого мнения. Я… Не знаю… Что о тебе думаете, Артем? Давай я помогу. Не, не надо. Не, ну, чего? Я помогу? Да нет, я сам… Не надо мне помогать. Не надо мне помогать. Я не подведу. Угу. Спокойной ночи. Угу. Следующий номер нашего родительского осмотра – песня «Диалог». Выступает ученица четвертого класса Виктория Левкоева. Отчего ты весел, Ваня? У меня ежи в кармане. За ежом пошел я в лес. Ну давай, милая. Только еж в карман не влез. Что ты, Ваня, все поешь? У меня в кармане еж. Вот и мне попался еж, а такого запоешь. Соболку нос и Ванька, и твою ежа, ну достань-ка. Это правда, а не ложь. Посмотрите, вот он еж. Это правда, а не ложь. Посмотрите, вот он еж. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Купер! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошие фотки. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спит? А, да. Уснула. Как убитая. С улыбкой на губах. Спасибо тебе. За что? За то, что не подвел наконец-то. Представляешь, у меня сегодня первое выступление за десять лет. Да ты что? Как ощущения? Как у Наташи Ростовой после первого балла. Я очень, я очень рада. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я вам так и сказала? Так и сказала. Всё, мне хватит. Девочки, сейчас свернуешь. Артём, добрый вечер. Добрый. Вижу, у вас не самый лучший день. Не самая лучшая жизнь. Может, я не вовремя, но хотела сказать, что моё предложение всё ещё в силе. Какое предложение? Попробоваться на роль в новом сериале. У меня режиссёр очень хороший друг, и я думаю, он был бы рад своему поработать. Я с Афроновым работать не буду. Не волнуйтесь. Этот сериал снимает не наш продакшн, поэтому моё предложение строго конфиденциальное. Подхалтуриваете на стороне? Что делать бедной девушке? Как зарабатывать ещё на хлеб с маслом? Я-то вам зачем? Мне бы просто очень хотелось свою базу актёра именно вашего уровня. Вы входите в кадр, и всё делает за вас ваша харизма. Что, правда? Вы же как Антони Хоккинс. О-о-о. Он же заполняет собой всё пространство. От него взгляд невозможно отвести. Понимаете? Понимаю. Вот именно это я называю настоящей мужской харизмой. Артём, ну давайте сбежим отсюда. Куда? Какая разница? Чтоб было тихо и уютно. Не против? А давайте. Телефон абонента вимкнено або знаходиться поза зоною досядності. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК КРИКИ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК Света, кажется? Да. А, Богортем, наверное. Просто он еще спит. Ночь была длинная. Понимаете? Понимаю. Извините за беспокойство. Может, что-то передать? Нет, нет. Ничего не надо. До свидания. Артем. 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 Пора вставать на пробу. На какие пробы? Милый, мы же вчера договорились. Я уже позвонила Гоше Милевскому, и он тебя ждет. Я ничего не помню. Не страшно. Мы повторим сегодня на трезвую голову. Я в душ. Надеюсь, он у тебя работает. Малышка, а с тобой все в порядке? Да, малышка. Просто мне лук режу. Это не лук, а шпинат. Он не щуплет. Ну да. Порезалась? Угу. Я принесу кластер. Угу. Я принесу кластер. Это не перерыв в работе, да? Да, это правда. Угу. Значит, это поможет вам еще лучше понять вашего персонажа. Дело в том, что он у нас бывшая звезда. Угу. Музыкант, певец, о котором уже все давно забыли, и которому судьба дает второй шанс. Я думаю, параллели очевидны. Это точно. Угу. Отлично. Готовы? Давай я подыграю. Давай. Угу. Что, начнем? Вот лодочка, присаживаемся, присаживаемся сюда. В лодочку, вот шляпа там лежит. Хотите, можете надеть. Да, хорошо. Ну что, готовы? Да-да. Начали? Если честно. Извините, а можно воды? Конечно. Галя. Спасибо. Можем продолжить? Да, конечно. А можешь шлепу снять? Да, ради Бога. Музыка. Давай. Если честно, я очень устал. Да, мне уже за сорок, но я еще на многое способен. Я тебе верю. Пойдем спать. Нет, ты знаешь, что ты ложись, а я рядом посижу. Хорошо. Хочешь, спою тебе? Давай. Пойдемте, а можно спеть? Пожалуйста, давай. Я эту песню с сыном пел когда-то. Я сегодня лягу раньше, раньше лампу погашу, но зато тебя пораньше разбудить меня прошу. Ты поставь на стол варить, я проснусь в одно мгновенье. Чтобы чай с вареньем пить. Стоп! Это именно то, что мне нужно. Это было здорово. Ребят, ребят, это правда было здорово. Стопроцентное попадание в образ. Вы что, серьезно? Он у нас на крючке. Будет нести тебе золотые яйца. Надеюсь, у него нет своего юриста. Дай бог, чтобы у него своя авторотика была. Не спрыгнет. Режиссер от Павенко просто в восторге. И, кстати, будет стоить нам это временно померкшая звезда в три раза дешевле. Отлично. Было бы хорошо, если бы ты организовал ему участие в каком-то ток-шоу. По типу кумира нашей молодости. Ну и мне заодно. И ты уже сниму. Оба места. Да. Игоречек, это, кстати, не твоего ума дело. Знаешь, я тут справки навела о твоей бывшей Насте Сверидовой. Ты правда не знаешь, где она? Без понятия. Без понятия. А я узнала. Где же? На Северном кладбище. Умерла четыре года назад от злоупотребления алкоголем. Ну, значит… Судьба такая. А ведь ты ее любил. Что же ты готов сделать с тем, кого ненавидишь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет, Свет. Здравствуй. У меня хорошая новость. Представляешь, меня в сериал утвердили новый, на главную роль. Угу. Поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, я, наверное, не прав был, когда решил, что у вас с Апродом что-то было. А почему? Вот вчера не было, а сегодня же что-то может поменяться. Да? В смысле? Вы что, с ним, что ли? Может, это было с этим уродом? После всего, что он сделал? А что он сделал? Откуда мне знать, что ты мне не врешь? Ты меня постоянно подводишь. Свет, я... Рубашка? Отличная. Он не секс? Чего? Ничего. Вживайся в новую роль. Свет! 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 И еще тут. Давай. Отлично. А теперь иди ко мне. Сейчас. Я сейчас пойду покурю. Ты куришь? Иногда. Я сейчас. Нам без тобой хорошо вдвоем? Да. Никто-никто нам больше не нужен. Ну, от собаки я бы не отказалась. Но больше никто. По крайней мере, никто, кто делал бы тебя такой грустной. Я тебя очень-очень-очень сильно люблю. Я тебя тоже. Спокойной ночи, мамочка. Спокойной ночи, солнышко. Продолжение следует... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Нет! Спасибо. Ребятки, десять минут перерыва. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, давай, Дублич, мне кажется, нужны больше движений. Нет, 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 не надо. Ты замечательно сыграл. Замечательно сыграл. Слушай, у меня в последнее время, я смотрю, тебе что-то поменялось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не мог понять никак что. Я даже все старые фильмы твои пересмотрел. Да ты что? Ты больше не похож на себя прежнего. У-у-у-у. На того парня из солнечных дней. Повзрослел. Угу. Постарел. Да не об этом. Возмужал. Стал играть глубже. Признавайся, кого я должен поблагодарить? Ну, предварительно, перед тем, как выйдет передача, лучше спрось мне, я должна отредактировать. Угу. Так вот кому я должен сказать спасибо? Ну, кому же еще? Можем идти. Угу. Пойдем. Артем, здравствуйте. Программа «Все о звездах». Угу. Можно задать вам пару вопросов? Можно. Конечно. Можно, пожалуйста, сюда немножко? Да, давайте, конечно. Угу. Олеж, снимай с этого рок-курса. Немножко так. Угу. Сегодня нашей программе необычайно повезло. Нам удалось попасть на съемочную площадку и пообщаться с исполнителем главной роли Артемом Бавенко. Артем. Так. Смотрите после рекламной паузы эксклюзивный материал о звезде Артеме Бавенко. Угу. 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 Как вкусно. Сама готовила? В магазине купила. О чем хотела поговорить? Угу. Угу. Антипенко отказался от сделки. Черновицкий тоже соскочил. Ну так что? Все так плохо? Свет, мне предложили работу в одной конторе. Надежный дом. Там, понимаешь, там оклад плюс проценты. И хочу тебе сказать, оклад, он очень хорош. Бежишь с тонущего корабля. Обижаешь? Я же и тебе место нашел, Свет. Мы будем, как прежде, работать вместе. Рейтинг сериала «Бомбать и любви» зашкаливает. Во многом это связано с вашим таинственным исчезновением с экранов. Откройте секрет. Чем вы занимались все эти годы? По-разному. Я пробыл себя в бизнесе. А что за бизнес? Погрузочно-разгрузочные работы. Успешный? Когда как. Но все же вы решили вернуться к творчеству. Конечно. Для актера, его масштаба, растрачивать так свой талант просто в преступлении. Я когда увидела его актерскую игру, я поняла, как продюсер, что он просто обязан вернуться. Он обязан играть. Вас называют самой красивой звездой. Вот заливай, да? Могла бы ему не помогать. Сам справляется. Ты знаешь, я пойду, наверное, полежу. Уберешь здесь все сам? Свет. Свет, ты чего? Передачу с ним посмотрели миллионы. Рейтинг ожиданий сериала просто зашкаливает. Из грязи в князи. Ты его так ненавидишь? Теперь я его ненавижу еще больше. Слушай, ну, только ты сразу его не уничтожай. Ну, дай нам немного еще подзаработать. Развлекайся. Пока. Папа? Привет. Ух ты. Привет. Богатырь. Привет. А ты, да, вымахал. Ну, что, как дела? Как жизнь? Отлично, пап. Пацаны в школе посмотрели боевик с тобой. Теперь проходу не дают. Да. Мамочки из родительского комитета все уши мне прожужжали. Неужели Артем Бавенко мой муж? Бывший. Ты перешел на новую работу? Роль получил главную у Милевского. Ничего себе. Поздравляю я. Мы с Лешкой очень за тебя рады. Спасибо. Тут вот не все пока. Остальное на карту перечислю. Теперь буду делать это регулярно. Ничего себе это. Это неожиданно. Может быть, ты с Лешкой хочешь провести время вместе? Вдвоем погулять? Ты серьезно сейчас? Ну, если ты, конечно, не занят. Я? Нет. Я до завтра свободен совершенно. Ну, вот и отлично. Я могу его сама забрать? Или ты привезешь его домой? Нет, я привезу. Хорошо. Ну, тогда я пошла. Слушайся, папа. Хорошо. Пока. Пока, мам. Пока. Ну, чего? Круто. Куда пойдем? Даже не знаю. Зато я знаю. Мне тут презентовали парк аттракционов. Обалдеть! Я о нем целый месяц мечтаю. Но, мам, говори, дорого. Дорого. Теперь недорого. Вкруть! Давай пять. Посчитайте, пожалуйста. Одну минутку. Я тебя прошу, не накручивай себя. Надежный дом, хорошая контора. Ага, главное, что надежный. Знаешь, как говорил Гальти, когда исчезает одна возможность, тут же появляется другая. Он так не говорил. Да? Да. Ну, ведь мог же. Что ты хочешь сказать? Свет, ты зациклилась на своем боевинке. Глоба. И абсолютно не замечаешь другие достойные варианты. Да. Светлана Левкоева? Да. Так. Это мне? Распишите здесь и здесь. А от кого? От правитель пожелал остаться инкуминет. Хорошего дня. Хорошего. О, да нашу звезду мучает совесть. Или он сошел с ума? Да? Светочка, это Игорь Садронов. Счастлив слышать ваш голос. Надеюсь, я вас не отвлекаю. А как вам цветы? Я старался. А что, если нам повторить наш поход в ресторан? Ну, не хотите в ресторан, давайте пойдем в какое-нибудь другое место. Будьте же благосклонны ко мне. Неужели я не заслужил? Я перезвоню. Это не Артем? Нет. А, тот самый ушлый продюсер? Тот самый. До свидания зовет. Ну, ты же не пойдешь. А что меня может остановить? Я не знаю. Здравый смысл? Ну, плевать на него. Свет, этот Сапронов я погуглил. Пишут, что он кинул своих партнеров. Не всему, чему пишут, нужно верить. Я ему нравлюсь. Он мне... Серьезно? Позже понравится. Мне никто не дарил такую корзину, Рос. Свет, я бы подарил тебе целый КамАЗ, Рос. Были бы у меня деньги. Если бы, да кабы. Все, Руслан, давай собираться. У нас еще семь пустых коробок. Хорошо. Ого, что это? PlayStation 5 последний. Ничего себе. Ты его так разбалуешь. Да ничего, просто наверстаю. Спасибо. Как погуляли? Супер. Мам, можно подключить приставку? Нет, никакой приставки. Сначала ужинать. Да ну, мам. Я сказала. А ты не хочешь к нам присоединиться? Неожиданно. Я приготовила драники. Ты их когда-то любил. Я сейчас готов за них душу продать, только никто не предлагает. Тогда мы руки и давай к столу. Леша, и тебя это тоже касается. stan. Ну, как? Вкусно. Знаешь, ты изменился. И такой ты мне нравишься гораздо больше. Такой-то какой? Такой, как ты был когда-то давно. Очень давно. Помнишь? Это, Юля, не помню. Наверное, были причины забыть. Ты доел? Давай, прощайся с папой, умывайся и иди спать. Рано еще. Я хотела приставку подключить. Завтра подключишь. Отец, скажи мне. Мама права. Ну, потом поиграешь. Ладно, я пошел. Пока. Пока. Ну, я, наверное, тоже пойду. Спасибо. Я провожу. Тебе не обязательно уходить? Что? Ты можешь остаться. Мы когда-то любили друг друга. Помнишь? А зачем нам себя истерживать? Юленька, Юля, я тебя очень благодарен за все. И особенно за то, что ты вспомнила, что у Лешки все-таки есть отец. Мне это вполне достаточно. Спокойной ночи. Я уже не тот, каким был в нашей первую встречу. Я изменился. Я не знаю, я стал лучше или хуже. Но одно осталось неизменным. Я все еще люблю тебя. Все еще люблю. Все еще люблю. Хоть знаю, что вместе нам быть не суждено. Стоп! Снято! Спасибо. И вам. Вы так сыграли, я чуть не заплакала. Спасибо. Может, вам воды? Вот там для вас приготовлено. Благодарю. Что-то он скис. Считаешь? А я думаю, что он замечательно сыграл. Алиса, у меня глаз наметный. Гложит что-то на нашу звезду. А ты предоставь это мне. Спасибо. Ты отлично сыграл. Ну, а мне уже сказали. А еще нас приглашают с тобой на ток-шоу «История любви». Угу. «История любви»? Мы-то здесь при чем? Артем. Ну, извини. Плохая шутка. Но главное не это. Что это? Это твоя новая жизнь. Это твоя новая машина. Ну, вернее, не твоя, это машина продакшн. Но она полностью в твоем распоряжении, пока ты работаешь в наших проектах. Ничего себе. Ты счастлив? Наверное. А теперь скажи это убедительно. Так, чтобы я поверила. И все остальные тоже. Ну, это невозможно. Смотри. Хороший фильм. Да ну, старый. Вот, держи. Это называется классиком, мамочка. Здесь вообще все твое. И я твой. Дурак. На самом деле он ведь не плохой. Просто слабо характер. От этого у всех бывают проблемы. И когда же ты успела у меня стать такой умной? Всегда была. Наследственность хорошая. Мам. А ты бы его простила, если бы он исправился? Не знаю. А вот у тебя сильный характер. Даже слишком. Ну, ничего, посмотрим, что можно сделать. Что ты имеешь в виду? Неважно, давай лучше кино смотреть. А то не поймем, о чем речь. Нет, я его раз пятнадцать видела. А я нет. Так что не мешай. Не мешаю. Алиса, иди-ка, есть разговор. Я тебя тоже рада видеть. Когда я тебе сказал, действуй, ты услышала потрать весь пиар-бюджет на повинку? А ты понимаешь, что эта птичка нам золотые яйца снесет? Ты рейтинги передач с ним видел? Да и рейтинги. Это не наши деньги. Наш проект в съемочном. И вообще, ты кого пиаришь? Себя или Бавенко? Я смотрю, у тебя настроения нет. Риэлтоша динамит. Не твое дело. Понятно. Угадала. Неформатно в сердце попала? Крепким орешком оказалась? Просто на нее нужно чуть больше времени. Давай так. Если за десять дней не справишься, из тебя сотка на раскрутку Бавенко. Какая сотка? Дрейк еще. Понятно. Ладно. Десять дней много. Неделя максимум. И сто штук с тебя. По рукам. Я видела ваши этюды. Так трогательно. Правда? Спасибо. Ну, видите, обстоятельства у меня изменились, и я не буду, наверное, ходить. Да и, честно говоря, не вижу в этом особого смысла. Иван Александрович, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Света, почему вы здесь, а не на занятиях? Решила сделать паузу. Надолго. Думаю, навсегда. Так. Давайте отойдем. Давайте. Рассказывайте. Рассказывайте. Ну, а что рассказывать? Я устала жить двойной жизнью. И, как говорит мой один знакомый, хватит корчить из себя актрису. Передайте вашему знакомому, что он идиот. За последние годы практики вы лучшее открытие, которое у меня было. Причем не только на курсе, вообще в принципе. Правда? Уходить сейчас из школы – это преступление. Ну, из-за этого творчеством рушится весь мой бизнес. Мне надо брать себя в руки и зарабатывать. Так, может быть, пора зарабатывать творчеством? Вы знаете, лет восемь назад мы с подругой организовывали праздники. Ну, для деток. Переодевались клоунами. Мы отвеселили детей. Были счастливые и клоуны, и дети. Вот и прекрасно. Так зачем же жить другой жизнью? Нет, ну, я уже не в том возрасте, нет, нет. Я серьезная бизнес-вумен, и это не солидно. Знаете, лучше быть веселым клоуном, чем печальный бизнес-вумен. Это же все придется начинать с нуля. Вот видите, вы уже планируете. Я рекомендую вам сейчас пройти в класс, а завтра на свежую голову примите решение. Можно, Иван Саныч? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Форест. Форест Гамп. Хотите конфету? Я могу съесть их миллионы. Мама всегда говорила, что жизнь, как коробка шоколадных конфет. Никуда не знаю, что внутри. У вас удобные туфли. Вы, наверное, каждый день не ходите, как ни в чем не бывало. Я бы тоже хотел такие. Моя мама говорила, человека можно узнать по обуви. Куда он идет, где он был. У меня было много обуви. Если сильно напрячься, я бы вспомнил свои первые туфли. Да, большой праздник в честь пятидесятилетия нашей школы. А откуда вы узнали? Ну как, дочка рассказала. А вы как, собираетесь праздновать с размахом? Ну, на большой размах у нас возможностей нет. Зал у нас хороший, большой, но на технику, финансов как бы нет. Вот. Хотелось бы, чтобы это было весело, чтобы детям понравилось. Ну да. Вот сами посмотрите. Это как бы смета. А давайте я подготовлю несколько вариантов программы, и мы вместе с вами обсудим и подберем подходящие. Давайте. Вы готовы взяться? Да. Чудесно. Честно говоря, я уже переживала, что никто не согласится на наш скромный бюджет. Организация праздников. Да. Свежо. Смело. Не надо издеваться. Безрассудно. У меня уже есть первый заказ. Да, платят немного. Но, если мы сделаем хорошо первый заказ, то будут и другие. Главное в первый раз не провалиться. И ты не провалишься. Я буду рисковать. Отчаянная ты авантюристка Левкоева. Ты со мной? Я в деле. Спасибо, Руслан. Спасибо. Мой милый. Может, сходим куда-нибудь? Развеемся? Да нет, я что-то устал сегодня. Сейчас умоюсь и схожу. Проветлюсь, наверное. Ты себя хорошо чувствуешь? Да. Не заболел? Нет. Все хорошо. Да, Игорь. Светочка. Я тут подумал, что мы все по ресторанам, да по ресторанам. Пора перебираться в более спокойную обстановку. Приезжай ко мне в гости. Я не поняла вас. Вы меня зовете к себе домой? Там, правда, есть один нюанс. Какой? У меня дома ремонт косметический. Но я знаю один чудесный отель. Там домашняя обстановка. Шампанское, цветы, фрукты. Как думаешь? Не буду даже думать. Мой ответ – нет. Свет, подожди. Ты неправильно все поняла. Я влюблен в тебя, как мальчишка. Я постоянно думаю о тебе. День и ночь. Это как наваждение. Я вам сочувствую. До свидания. Свет, подожди. На самом деле у меня к тебе очень важное деловое предложение. Последнее. Ты не пожалеешь. Ждал подходящего момента, но… Что это? Бриллиант. В полтора карата. Надень. Так зачем? Смешная. Это тебе. Я настаиваю. Ты же… Чудо. Ты заслуживаешь даже больше. Я не могу это принять. Значит, ты такая же, как она. Как кто? Как Настя Спиридова. Она выбрала этого потомка-повенка. Не надо про него так говорить. А как про него говорить? Как? Он использовал тебя. Засветился. Бучу роль. А теперь спит с моей помощницей. Прекрати. Я не понимаю. Почему? Ты выбираешь этого бабника. Так, с меня хватит. До свидания. Не звоните мне больше. Свет, подожди. Я так в неделю не уложусь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Клюет. Так себе. Не помешаю. Не с кем выпить. Получается, не с кем. Наливай. Спасибо. А вы? Сейчас даже пить не хочется. Заблудился. А? Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Данте. Похоже на то. Кругом лес полный чудовищ. И куда идти непонятно. Хм. Иди на свет. Если кругом тьма, единственный правильный выход, идти на свет. Хм. На свет. Да я бы пошел на свет. Только рады ли мне там будут. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не проверишь, не узнаешь. Хм. Логично. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А это? Оставьте себе. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Света, Светочка, я пытаюсь тебе дозвониться, но ты не берешь трубку. А мне очень нужно с тобой поговорить. Я... Я постоянно думаю о тебе, я думаю о нас с тобой. Мне очень нужно с тобой поговорить. Не молчи. Не молчи, Светка. Возьми трубку, пожалуйста. Я... Я люблю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Милый, как прогулялся. Выглядишь уставшим. Да, неплохо прогулялся. С журналистом покоя не дает. Еще бы. Ты же у нас теперь такой востребованный. А нас на интервью на следующей неделе приглашают. Ностальгия по будущему. Опять о бывших звездах? Нет. Про триумфально вернувшихся. И ты в их числе. Алис, мне нужно с тобой поговорить. И я хотела с тобой поговорить. Правда? Да. Алис, я... Давай я сначала. Давай. Я не знаю, расстроишься ты сейчас или порадуешься. Но я беременна. От кого? Мне смешно. Да, конечно, прости. Но ты хотя бы рад? Я рад, я очень рад. Очень. Слава Богу. Я просто очень переживала, что ты рассердишься. Я очень хочу этого малыша. Я очень хочу нашего ребенка. Понимаешь? Конечно. Я всю жизнь мечтала о семье. Угу. Ты мне тоже хотел что-то сказать? Да, хоть нет. Я уже не помню, что. Ну, значит, не важно. Ну, значит, не важно. Стоп! Снят! Угу. Артем Александрович, ваш кофе. Спасибо. Я подержу. Артем Александрович, моя мама без ума от вас. Давайте подпишем. Можете написать для Галины Вячеславовны? Хорошо. Пишите. Мама будет без ума от счастья. Витальчик, Виталий, принеси нам два стула, пожалуйста. Ну, что стряслось? А что, все нормально? Чего? Угу. Спасибо. Присаживайся. И мне-то не заливай. Ах ты ж... Публике нравится ваша история с Алисой. Как она заставила тебя вернуться на экран. Что значит заставил? Так написано в журналах. Миллионы домохозяйк умиляются, глядя на все это. Они умилятся еще больше, когда узнают, что Алиса беременна. Ух ты! Гарри. А кого? Ясно. Ясно. Дружище. Ясно. 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 А вот это правильно. Да. Вот это правильно. Так, значит, с аппаратурой мы разобрались. Девочки из актерского нам помогут. Два человека хватит. Ведущей будет девушка, которая выпускница этой же школы. Шарики. Шарики, шарики. Что? Ничего. Левкоева, тебе надо развеяться. Почему? Так. Светуль. Что? Работа не волк. Знаешь что? Что? Иди, не знаю, купи себе новое платье или прическу новую сделай. Я же не знаю, что вы женщине там с этим делаете. Прости. Иди, серьезно. Что? Поможет? Конечно, поможет. Знаешь, я когда с женой развелся, я купил мотоцикл себе японский. Все сбережения вывалил. Не очень удачный пример, но… Серьезно? Мотоцикл? Да. И как? Помогло? Очень. Очень. Я, правда, на нем ни разу не катался, через пару месяцев продал, но… Но сам факт. А ты прав. А я сейчас пойду и подстригусь. Вот так. Здравствуйте. 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 Ну что, как стричься будем? Хочется чего-то легкого, женственного, бесшабашного. Бесшабашное? Ага. Сделаем. Люд, глянь, скоро Артемчика с Алисой показывать будут. Уже анонс пошел. Сегодня у нас в гостях известный продюсер Алиса Градская и популярный актер Артем Павенко, который просто-таки метеором ворвался в элиту нашего кинематографа. Почему же ворвался? Просто вернулся. Нет, ворвалась. Какая красивая пара. Я просто от них млею. Угу. Алиса, Артем, как вы познакомились? Я сейчас вам расскажу. Я такая в платье после членки прошла по переходу. Да. Говорят, это она вдохнула в него новую жизнь, роль для него выбила. Представляешь? Ты знаешь, что у них скоро свадьба? Да ты что? Да, мне подружка шепнула. Ну, знаешь, вообще-то давно пара. Артем, как вы вернулись в профессию через столько времени? Да, собственно, не просто я вернулся. Конечно, было тяжело. Я много лет не снимался. Ну, по разным причинам. И это всегда очень непросто для актера войти в кадр и начать играть. Нужно вспомнить не только технику, нужно вспомнить, собственно, зачем... Давайте пройдем, голову помыли. Что ты в ней стоишь и ради чего ты... Знаете, я... Ребята. Вы куда? Странная. Это непросто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Игорь. Да, это я. Я... Я тут подумала, после нашей последней встречи. Я согласна на все, что угодно. Ресторан, отель. Как тебе будет удобно. Хорошо? Заезжай за мной вечером. Угу. Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Скажите, в каком подъезде живет Артем Павленко? И тебе зачем? Автограф хочу взять для тебя, у тебя своя есть. А в какой квартире? Скажи, какая квартира. Дайте человеку отдохнуть. То журналюги тут трутся, то девчонки как... Опа, здравствуйте, Артем Павленко. Здравствуйте. Уже на съемке. Вика, ты как здесь? А вы знакомы? А я как раз объясняла девочке, как ей вас найти. Вот, решила зайти поздороваться. Одна, что ли? Мама в курсе? Нет. Разговор у меня к вам. Конфиденциальный. Ишь ты. Мы пойдем побеседуем, раз все так серьезно. Ну? Вы мою маму любите? Чего? Это несложный вопрос. Ну, просто несложный. Вот ответ. Давайте попробуем еще раз. Вы любите мою маму? Да. Я так и знала. Так зачем же вы так... Ну мы же опаздываем. Это и есть Алиса? Да. Так, ребенок. А ты кто? Я. Я дочь той женщины, которую он любит. Даже так. Вика, все гораздо сложнее, чем ты думаешь. А что сложного? Вы любите мою маму, а она... Милая? Дело в том, что у нас с Артемом будет ребенок. Ребенок? Как это? Очень просто. Я беременна. Понимаешь? Пойми, Вика. Мама была права. Действительно, предатель. Вика, да подожди. Артем, остановись. Остановись. Ребенок придумал, черт знает что. Не потакай. Пойдем. Вика! Майя в порядке. Мама, ну! Ну и как это называется? Неудачная попытка сделать этот мир лучше. Что? Не смешно, я ничего не понимаю. Я чуть с ума не сошла. А кто смеется? Так, где ты была? В кино. Не надо мне врать. Кинотеатр находится в другой стороне. Мам. Что? Я целая и здорова. И даю обещание, что больше так не буду. Годится? Нет. Не годится. Обещания не принимаются. Я повторяю себе вопрос. Где ты была? И что с твоим телефоном? Телефон сел. А я была у Артема. И знаешь что? Что? Он действительно предатель. И вообще дурак. Так, Вика, что за выражение? Прекрати немедленно. Нет, он дурак. Так, все, пошли. Дурак, дурак. У них будет ребенок, мам. Мам. Мамой. Мамочка. Ну ты чего? Ничего? Ты не расстраивайся. Он этого не стоит. Я не расстраиваюсь. Все в порядке. Точно? Ничего. Ребенок. Ребенок. Это замечательно. Это очень хорошо. Пусть они будут счастливы. Мы пойдем домой. Да? Идем. Идем. Тебя все еще к ней тянет, да? Про кого? Ты же понимаешь, о ком я говорю. Я не буду это с тобой обсуждать. Я все равно рожу этого ребенка. Даже если ты уйдешь. У меня будет ребенок. Наш ребенок. И мы с ним справимся. Алиса, не говори глупости. Я своего ребенка не оставлю. Алиса. Ого. Привет. Спасибо, что пришел. Можешь сегодня у меня переночевать? Заманчивое предложение. Но что-то мне подсказывает, что весь этот праздник не в мою честь. Да, меня пригласили на ужин. Мне кажется, ты завязала с этими ужинами. Ну, а теперь развязала. И что? После ресторана пойдешь к нему? Он ничем не хуже других. Да. Он может быть ничем не хуже. Но ты лучше того, что собираешься сделать. Я все решила. Должна быть хоть какая-то причина. Некоторые вещи случаются просто так. Без всяких причин. Все. Все. Я поехала. Вика у себя в комнате. Я ее предупредила. Ты не представляешь. Как я рад, что ты позвонила. Я просто счастлив. Я смотрю, ты настроена серьезно? Нет. Что-то никакого серьеза. Никакой рассудительности. Слушайте, как ты мне говорил, надо делать в жизни то, чего ты хочешь. Это очень правильно. А что ты во мне нашел? Я ведь не формат. Это же такие формы. Да такие, как ты, мужчины просто умлеют. А знаешь, я вот когда тебя в первый раз увидела, подумала, что ты вот какой-то вот, ну вот никакой. А сейчас смотрю на тебя и понимаю, что ты вроде ничего. Мама еще не пришла? Нет, еще не пришла. Викуля, ты чего не спишь? Иди спать. Я обещал маме соблюдать твой режим. Давай, иди. Я знаю, мама пошла в ресторан. Это она на зло. Кому на зло? Артему. Я сегодня узнала, что это его ждет ребенка. Как узнала? Неважно. Мама расстроилась, чуть не плакала. Но ресторан, это же не выход. Ты права. Ресторан, это не выход. Ты сможешь побыть дома одна? Не испугаешься? Не испугайся, я взрослая. А вы куда? Спасать ситуацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты не слышал, что тебе сказали? Отвали! Я прошу прощения. Я не с вами сейчас разговаривал. Пойдем, выйдем. Я не собираюсь никуда выходить. Сюдочка, я через секундочку. Какого черта? Да что вы себе позволяете? УДАР Субтитры сделал DimaTorzok Слушай сюда, Чавляк. Еще раз окажешься у меня на пути, покалечу. Ай! Алло, привет. Это я. Нужна твоя помощь. Ну, 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 ну. Осторожнее. А, да. Не думал я, что все так будет. Простите. Ничего, ничего, ничего. У нас еще вся ночь, везде. Вот это вред! Это как? Ты кто? О, понятно. Пойдем-ка домой. Нет, я домой не могу. У меня свидание с ним. Да что у нас свидание, а ты в шуму. Тихо. Позали, я с уродом. Да я 10 лет об этом мечтал. Спасибо большое, что приехал. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот головочку. Опа. Вот так. Но все-таки, друг, нехорошо ты с ней. Я тебя, сволочь, засужу! Да мне плевать! Да... Да... Аккуратно, вот так вот. Аккуратно, вот так вот. Ножку. Давай вторую. уху. У-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у, конечно-у-у-у-у. Так. Сидим. Сидим. Секунду. У-у-у-у. Держим. Держим. Да. Вперед. Это что? А это твой завтрак. Надо. Надо-надо-надо. Давай. Давай. Вот, хорошо. Что? Вчера было? Нет, во сколько я пришла? Это я сделала? Это? А, нет. Нашлись другие желающие. Ну, ничего страшного, до свадьбы заживёт. Кстати, Вику я уже в школу отвёл. Вика? Да. А, спасибо тебе. Да что-то это было несложно. Спасибо тебе, что ты недавно свершились эту глупость. У меня закона никогда не было. Чтобы я вообще ничего не помнила. Ну, с почином тебя. Не-не-не. Больше никогда, никогда в жизни. Представляешь? Мне вчера вместо Сапронова Артём привиделся. Бывает. Ну что, мать, давай, подымаемся, подымаемся. Давай, 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 давай. Горячий чай, холодный душ. Нас ждут. Это держим. Тихо, аккуратно идём. Я хотела с тобой кое-что обсудить. Ну, давай, обсудим. Я хочу отправить Лёшку в Англию на обучение. Чего-чего, подожди. Подожди, подожди. Какая Англия? Зачем? Ну, во-первых, мы можем себе это позволить. А во-вторых, нужно думать о будущем. Юля, о каком будущем ты сейчас говоришь? Наше будущее с Лёшей только сейчас начал нарисовываться. Ну, я не знаю. Вот буклет. Школа-пансион для мальчиков. Ознакомься на досуге. Подготовилась. Ну, какой пансион? У него школа, одна из лучших в городе. Лёша, ты сам-то чего по этому поводу думаешь? Как? Хочешь? Я... Он хочет. Так, Лёха, вон там киоск купи, там, всем по-мороженому, хорошо? Юля, зачем ты это делаешь? Объясни мне. Вот зачем? Ты хочешь меня насолить? Используешь для этого нашего ребёнка? Школа в Англии — это перспектива и стабильность. А с тобой какая стабильность? Сегодня ты появился, а завтра ты опять пропадёшь? Да я не пропаду. А кто знает? Послушай, ну, ты же видишь, он сам не хочет. Артём, ему десять лет. Тебе он вообще сорок. А ты со своей жизнью разобраться не можешь. Вам с Лёшей нужен человек, твёрдостоящий на ногах. Отдай моё мороженое папе. И я не ем сладкое. Идём. Нам ещё нужно сделать с тобой уроки. Пока, пап. Пока. Настя-ка. Ребятушки, перерыв полчаса. Что такое? Ага, ты сам не свой. Артём Александрович, кофе будет? Нет, нет, спасибо, ничего не надо. Бывшая жена отправляет сына на учёбу в Англию. Ну, так это замечательно. Нет? Я не смогу его видеть. Школа в Англии — это стабильность и перспектива. Тем более, ты можешь себе это позволить? Что? Ничего. Послушай, мы будем вместе к нему летать. Втроём. Иногда. Слушай, давай куда-нибудь уедем. В лес, я не знаю, на природу. Подальше от людей. Обязательно уедем. Но не сейчас. Сейчас у нас съёмки программы. Вот через два дня ток-шоу «Школа судьбы». Господи, как же мне надоело это заячья беготня с канала на канал. Дорогой мой, я всё прекрасно понимаю, но сегодня мы развлечёмся. Сходим в клуб, развеемся. Не хочу в клуб. К тому же для ребёнка это будет не очень полезно. Ты будешь самым замечательным отцом. Но сегодня мы обязательно должны быть. Компания «Фиерия» — лучшие организаторы праздников в городе — пригласили нас официально. Слушай, ну ты не считаешь, что нужно сначала было меня спросить? Ну же, любимый. Ну, возможно, вскоре они будут организовывать мою свадьбу. Они же должны знать, кто у нас жених. Я вечером домой пойду. И текст учить. До вечера ещё несколько часов. Надеюсь, ты передумаешь. Сегодня у нас в гостях известный продюсер Алиса Градская. И популярный актёр Артём Павенко. Который просто-таки медиором ворвался в элиту нашего кинематографа. Все же ворвался. Просто вернулся. Нет, ворвался. И это возвращение стало настоящей сенсацией. Алиса. Что? Ничего. Ну, ничего. А знаешь, это не только ты помогла ему вернуться в кино. Но и он изменил твою жизнь. Тебе же никогда не нравилось работать риэлтором. Ну, это подожди, с чего ты взял? Я же не слепой. Я же вижу. Теперь у тебя творческая профессия. Ты приносишь людям праздник. Да у тебя глаза горят Левкоева. И сама ты светишься. Да ну, это просто от усталости. А, конечно. Конечно. Угу. Ты знаешь, а ты прав. Я горжусь собой. Я так рада, что я решилась на это. Я рада, что мы с тобой начинаем свое дело. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Здравствуйте. Подождите. В смысле? Нет, нет. Вы нам обещали. У нас договор. Да у нас праздник, мероприятие. Вот. Алло? Что случилось? Что? У нас увели аппаратуру по двойному тарифу. Что делать? А? Черт ты что. Холодильник забит, а есть нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, ты не передумал? Нет. Слушай, тут весело зря. Ну а как-то дома не очень. Холодильник забит всякой ерундой, а есть нечего. Что? Слушай, я впервые слышу, что в Комон называли ерундой. Хочется какой-то обычной нормальной домашней еды. В чем проблема? Закажи доставку. Ну, понятно. Слушай, может, завтра что-нибудь приготовим вместе? А, господи, ничего не слышно! Давай я выйду, позже наберу, хорошо? Что? Оле... Ежик! Ежик блондинка! А теперь разозлись, ежик! Мне кажется, у тебя получится. Порадовать мне вас пока нечем, но в вашем возрасте рано отчаиваться. Правильное лечение, здоровый образ жизни и... Вы что, не понимаете? Мой муж будущий, он очень хочет детей. Да сделайте вы хоть что-нибудь, вы же врач. Как врач, я советую сказать ему правду. Вы предлагаете мне ему рассказать о своей бурной молодости? О трех абортах? Все ошибаются. И если он вас любит, простит. Поймет, как непросто вам стать матерью и поддержит вас. Такое только в сказках бывает. Дался мне этот чертов ребенок. Что, простите? Ничего. Спасибо большое. Я, пожалуй, обращусь к другому специалисту. Что-то не похоже ты на счастливую влюбленную. Это что? Как договаривались. Крепость не пала? Скажи спасибо Бавенко. Приперся в ресторан. Устроил сцену ревности. Ты вообще не контролируешь ситуацию. Ты издеваешься? Я, конечно, поставил его на место. Вот это боменка. Продудь. Такой соперницы. Профессионалу твоего уровня. Ну, заткнись. Кстати, она новый бизнес осваивает. Праздники организовывает. Но с первым заказом ей уже не повезло. Кто-то вывел всю аппаратуру. И это все? Нет. Играть нужно по-крупному. У меня для вас не совсем приятная новость. Мы нашли другую фирму. Другую фирму? Да. Феерия. Ну, мы уже с вами заключили договор. Подписали документы. Вы не переживайте. Передоплата остается у вас согласно договору. Ясно. Спасибо. До свидания. До свидания. Я неудачница. Я неудачница. У меня ничего не получается. Ничего. Нет, ты не вовремя. Погоди. Какие праздники? Ничего не понимаю. Долго объяснять. Свет, она готовилась. А сегодня у нее ввели первый заказ. Какая-то серьезная контора. Феерия, что ли? Я не... Феерия? Ты уверен? Да, да, да. Именно они. Свалились как снег на голову. Извини, пожалуйста. Я не могу говорить. Извини, не могу. Иду спасать соседей от затопления. Спасибо. Светлана, я еще раз пересмотрела все ваши наработки и должна сказать, что они очень даже неплохи. Ну что там неплохи? У вас отличные идеи. Так что наш договор остается в силе. Да. И мы очень надеемся на вашу помощь. Боже. Боже, как я... Как я рада. Спасибо вам большое. Я вас не подведу. Честное слово. Боже, спасибо. Что? Кто? Нам вернули заказ. Малышка моя. Мы снова с тобой в деле. Да-да. Малой. Да. А как же аппаратура? Аппаратура? Аппаратура. Аппаратура. Спасибо большое, Надежда Петровна. Я уверяю вас, что вы не пожалеете. Что ж, ну, вы меня почти успокоили. Тем более, что программа у Светы действительно замечательная. Ну что ж. Спасибо еще раз. Всего хорошего. Извините, пожалуйста. У меня часто такое случается. Можно с вами сделать целое? Ну, конечно. Конечно. Ну, спасибо. Спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, как вы нас выручаете. Что вы, Светочка? Я сделаю все, что в моих силах. Вы же знаете. Я очень рад, что вы получили свой первый заказ. Первый заказ, но в средствах мы ограничены. Ну что вы, какие деньги? Главное, верните все это во вторник. У нас у второкурсников будет прогон спектакля. Да, да, до вторника обещаю, точно верну. Да, и еще. Аппаратура у нас не очень новая. Мы же, знаете, тоже ограниченные средства. Это я знаю. А я напоминаю, что программа «Вся правда о звездах» идет в прямом эфире. И сегодня у меня в гостях самая обсуждаемая звездная пара. Артем Бавенко и Алиса Градская, которые согласились ответить на все самые каверзные вопросы. Вы не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы увиливать не будем. Правда? Алиса, во всех своих интервью вы подчеркиваете, что своим нынешним возвращением на экран Артем обязан именно вам. Это так? Вы знаете, я бы очень сильно хотела вас удивить какой-то прям эксклюзивностью. Но, к счастью, все было именно так. Спустя десять лет молчания, отдыха, такой важной профессии я подарила любимому такую невероятную роль. Да? Ну, в общем… Артем, но ведь вам же пришлось передать в управление свой успешный бизнес и фактически снова просто зайти на площадку. Вы знаете, это было очень сложно. Я его очень долго уговаривала. Он прям, мне казалось, даже был еще не совсем готов, но я очень хотела, я верила в него. Он же, он безумно талантливый. Так, все, хватит. Хватит, Алис. Мы сейчас в прямом эфире? Да. Я не был владельцем успешного бизнеса, я работал в разнорабочем на стройке. Ого. Представляете? Ничего себе. Ничего новости. Так, может, я… Дорогие друзья, Артем просто решил еще раз блеснуть и показать свой невероятный талант. Да я наконец-то правду говорю, Алис. Впервые в жизни. Не понимаю. Меня когда выбросили из кино, я как-то потерялся и махнул на себя рукой. И только благодаря Светлане… А кто такая Светлана? Ну, вы просто никогда о ней не упоминали. И зря, потому что именно она меня вернула в профессию. И она заставила в меня поверить в себя. Света, она очень добрая. Она… Она искренне сильная. Я перед ней виноват очень. Светочка, если… Если ты меня сейчас слышишь и видишь… Прости меня, пожалуйста, Эльбин. Прости. Я очень виноват. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Извините. Здравствуйте. Алиса. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты меня на всю страну опозорил. Ты себе карьеру сломал. Ты понимаешь это? Чем я себе карьеру сломал? Чем? Правда? Мне это вранье достало. Это вранье. Это легенда. Я и на нее работала. Я создавала тебе ее. Ты понимаешь? Алиса, ты меня спросила? Мне эта легенда твоя нужна или нет? В смысле? В прямом. Вся эта фальшивая любовь Мишуратова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вали на стройку. Вали кривиа, парше. Я не могу бросить своего ребенка, Алиса. А меня ты можешь бросить? То есть, тебе было все это время на мне плевать? То есть, ты только из-за ребенка, да? Да нету никакого ребенка, ты понимаешь? Ребенка нет. Что значит нет? Прости. 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 Послушай, если ты хочешь этого ребенка, я тебе его рожу. Только не уходи. Пожалуйста, прости. Дорогая нас снимает. Хеллоу. Ну все. Теперь наш рейтинг взлетит до небес. Давай. Ты будешь вязать, а я буду придерживать. Угу. Вот так? Да. Свет, что случилось? Ну чего? Мы провалимся. Лучше бы не согласились на феерию. Так, здрасте, приехали. А ну отставить панику. А ты сам знаешь, что я права. С таким бюджетом нормальный праздник не сделать. Свет, праздник – это не всегда бюджет. Важна задумка и идея. А твои идеи… Они уникальны. Утешил. Нет, я серьезно. У таких махин, как феерия, всегда десять стандартных вариантов. Как говорится, в тренде, но без души. И… Кстати, Алиса, она не беременна. Господи. Не, ну чего? Она в прямом эфире призналась и поругалась с Артемом. Не надо, не надо, не надо мне про них говорить. И вообще на этого человека мне все равно. Я понял, понял, понял. Ни слова, дракон. Ни слова. Скотч принеси, пожалуйста, в коробке за кулисами. У меня есть скотч. Прекрасно. Девочки, спасибо большое, что помогаете. Скотч. Да, 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 скотч. Я помнил, да, да, да. Все собрало? Да. Ну ты же понимаешь, что это глупость. Ты же понимаешь, что я для тебя все это делал. Хоть врать. Алиса, сколько же можно? Ты все время мне врешь. А ты правда вдруг захотел? Ты свою главную роль получил в сериале Игоря Сопронова. Андрей, что ты еще снова врешь? Какая же ты стерва, Алиса. Он тоже так говорит. И он своего никогда не упустит. С вами я работать не буду. Ты ошибаешься, мой милый. Ты будешь работать. Любой суд подтвердит правомощность договора. А вздумаешь соскочить, до конца жизни будешь выплачивать неустойку. Сколько? Это совсем не та скромная сумма, которой ты отделался десять лет назад. Вот этой вот трешкой ты не обойдешься. Ты что, испугалась? Да не бойся, я женщину не бил. Хотя ты бы, наверное, даже обрадовалась. Какой бы это был шикарный пиар. Да? Пускайся вниз, там такси ждет. С вещами я уж помогу. Да что ж ты тяжелая такая. Надо у этой школы выбить бюджетное молоко за вредность. Да ладно, я тебя. Да, алло. Привет, выставляй мою квартиру на продажу. Шутишь что ли? Совершенно серьезно. Ладно, я займусь, займусь. Ну что, становится все чудесатей, чудесатей. Здравствуйте, Артем Александрович. Игорь Борисович предполагал, что вы придете. Можно даже сказать, вас штаб. У себя? Да, но у него совещание. Я ненадолго. Подготовили документы. Отлично. Я пришел разорвать контракт. Артем, не делай глупостей. Мы как раз обсуждали с Игорем, как сделать твою работу максимально комфортной. В следующем сезоне твой гонорар будет увеличен. И что? Ты просила вернуть, когда я перестану работать на ваш продакшн. Так вот этот момент настал. По контракту ты будешь должен еще три таких тачки. Угу. Юристы завтра подключатся. Очень хорошо. Всего хорошего. До свидания. Ну, скорее прощайте. Да у него денег таких нет. Я уверена, он вернется. Музыка. 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 judgment. Муза. Музыка. Музыка. Родная школа. В этот светлый юбилей. Что же, отличный праздник. Честно сказать, я удивлен даже, кто организатор. Молодая фирма. Вы о ней, наверное, не знаете. Хорошо бы, конечно, еще звезду какую-нибудь пригласить. Дети были бы в восторге. Не с нашим бюджетом. Свет, не волнуйся. Хорошо, Эдю. Ты так думаешь? Ну, у Мадонны декорации побогаче были, конечно. Светлера, размеши. Мешно. Светуль, все нормально. Все хорошо. Ребят, у меня тут, это, пульт помер. Как помер? В смысле? От старости. Рискну предположить, что она еще братьев Люмьер видел. Что? Каких Люмьер? Так, ты починить сможешь? Ты хотел сказать воскресенье, да? Здесь какой-то шаманский обряд нужен, чтобы все сработало. Разрешите. Сейчас, сейчас, сейчас. Мужа, а это что? Это, это пульт, короче, сейчас. Руслан, а ты что, умеешь чинить технику? Ну, ты организовываешь праздники, а я вообще-то инженер. У нас форс-мажор? Нет, детка. Да, да. Ясно? Что? Ты куда? Скажите, ситуацию. СТУК Отчего ты весел, Ваня? У меня ежи в кармане. За ежом пошел я в лес. Только ежи в карман не в лес. Что, Ваня, все поешь? У меня в кармане ежи. Вот и мне попался, ежи. От такого запоешь. Ну вот, а вы говорили, не хватит бюджета на звезду. Выходит, хватило. Посмотрите, вот он. Ежи! Это правда, а не ложь. Посмотрите, вот он. Ежи! Это правда, а не ложь. Посмотрите, вот он. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так вот он, ждёшь! Ну, давай, старик, и ты не переведи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, ты кажется, что не цапал. Уфига. Тихо, тихо, тихо. 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 Только прости меня. Не прогоняй, ладно? У тебя будет мне жить особо негде. Руслан выставил на продажу мою квартиру. Дед, что ты собираешься жить? А может, Руслан вот приедет? О, не-не-не-не. Ты опять безработный? Нет. У меня есть предложение. Интересное. Свет, я не могу без тебя. Я жить не могу. Играть в кино. Кино не могу. Ничего не могу. Ну, что мне еще сделать? Не знаю. Так, друзья, кто хочет сфотографироваться с Артемом Бавенко? А, в очередь, в очередь. Так, к сцене, все к сцене. Аккуратно, аккуратно. Только в очереди. Только в порядке очереди. Серега, общий. Давай. Серега. Врубай фонограмму. Врубай фонограмму. Врубай фонограмму. Врубай фонограмму. 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 Наскрутую. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok